Камера, мотор и снова здравствуйте, уважаемые господа. Мы проходим сейчас специальную мануальную терапию и сейчас рассмотрим графическое отображение, злофомастеры разные, чтобы показать, на что нам нужно обращать внимание в наших техниках. Естественно, досконально не надо нам знать анатомию человека, нам нужно основные такие реперные точки. Но прежде всего это базис. Вот две ямочки находятся, как правило ярче видны, между которыми это ямочки, от которых идет подвздошная кость. Как правило, смотрите, наши ягодицы заканчиваются и кажется, что и тут подвздошная кость, горельная подвздошная кость. На самом деле он выше. У мужчин где-то примерно три пальца, у женщин бывают до 12 сантиметров, вот до сюда где-то доходит. Вот мы нащупываем между ребрами и косточкой. Расстояние должно быть слева и справа одинаково. Вот по три пальца входит, это нормально. Здесь крепится крестец между ними. Доходит до сюда. Получается копчик. Копчик мы рассматривать не будем. И вот начинается позвонок, который минулся пятый. Давайте так кость я буду зеленым рисовать. L5. А крестец это пять срочных позвонков. Здесь можем у них также арсистый отросток нащупать. Ну, мы их будем называть S просто, да, один. Не надо все остальные там считать, да, сколько их есть. Между ними, если пять срочных позвонков, а у позвонков есть еще боковые отростки, вот такие. Вот. Соответственно, между пятью боковыми отростками сколько получается отверстий? Четыре. Четыре. Правильно. Вот тут сбоку по четыре отверстия, где выход идет нерва. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, на самом деле, немножко промахнулся, съехал по коже вот сюда. Это чуть ниже тут находится. На один сантиметр я съехал. Ну, такое бывает, потому что кожа туда-сюда ползает. Слишком крупный. Качественное все. Да, вообще все схемизично, конечно, да. И вот это место, это прежде всего, где бывают грыжи, да, L5-S1. Самое проблемное место людей. Популярное самое, да. Да. Дальше L5, L4. L4, L3. Примерно здесь самые-таки места опасные. Вот на котором мы, собственно говоря, и продавливали, да, если помните. Получается вот позвонок. И обратите внимание, что боковые отростки, они как бы идут выше, чем сами остистые. Вот тут буду нащупывать остистые. Вот они, да. Они, как правило, на два пальца выше получают остистых. Поэтому нерв, который выходит сверху, например, болит здесь у человека, да. А нерв, на самом деле, выходит из верхнего позвонка. Вот он идет сюда. И, соответственно, прижимает позвонок выше. Поэтому грыжа, на самом деле, на один позвонок может быть выше. чем, нам кажется, по ощущениям боли. Дальше нерв идет вот сюда. И соединяется с соседающим нервом. Ну, они там все соединяются. Вот они все отсюда идут. Вот правило, где-то от трех поясночных. Поясничных вернений, да. Вот что там. Вот нервы будем присылаться, наверное, в синем цвет. В красном точке я покажу, да. А нервы синим цветом, чтобы не болтаться. Вот. Как найти нам здесь и дальше нерв начинается? Это вот есть, соответственно, точки. Вот эта ямочка, да. Гребень. Ямочка – это там просто нету мяса, да. На самом деле, крепится все с этой стороны. А не с этой стороны мышцы крепятся. И поэтому гребень сам, он выше заканчивается. Вот тут. Где-то на сантиметр выше самой ямочки. Потом седалищная кость, она находится вот здесь. И вот здесь находится вертел большой бедренной кости. Что-то чуть не рисует. А, не беден фанастер. Ну, на самом деле, все точки смотрим. Если между ними провести прямую, получается равнобедренный треугольник. – А там что? – Здесь седалищный бугор. – А, бугор. – А, бугор. – Единственного треугольника провести бисектрису вот, да, который, как известно, делит угол пополам. Мы примерно по центру получаем точку, где… Сильный цветонерф рисуем, да? Где у нас седалищный нерф. Седалищный нерф толстый, толщиной вот примерно с фломастер. Прямо идет дальше по ноге. По центру. Немножко держи ногу. Попускай пускай. Просто я поровняй положил. Прямо по центру ноги. Вот он идет до сюда. Здесь он раздваивался. Один идет по центру, другая часть. Вот туда уходит и выходит вот сюда. Возле малоберцовая кость. То есть вот с той стороны большая кость. Это большая борцовая. А малоберцовая снаружи находится. Вот она. Вот она вдоль нее идет. И вот туда, к большому пальцу. Ну где-то тут он еще тоже раздваивается. Где-то до мизинца доходит. – А этот где заканчивается? – Где заканчивается, я не знаю. Но скорее всего тут он и с этой стороны тоже идет. – А, они соединяются? – Там они не соединяются, а народ разветвляется. То есть все больше и больше веточек начинается там. И сюда вот пошли ветки всякие там их много. Вот. И по поводу мышц, если мы не уж про ногу говорим, да. Почему он страдает? Потому что грушевидная мышца. От крестца получается идет грушевидная мышца до большого вертела. Вот прям вот так анализуем. Видно, да? – Ага. – Вот, соответственно, по такой диагонали мы проверяем, больно или не больно, да. Сдавливает он или нет. Он придавливает его к кости, этот нерв, поэтому он болит. Дальше есть большая ягодичная мышца. Так, вот у нас другой хомастер. Большая ягодичная мышца, она, естественно, большая, она вот отсюда идет. Вот. И заканчивается не, как мы думаем, где складочка, да, а где-то вот здесь примерно вот у нее большой бугор, где она крепится. Подними, пожалуйста, ногу вот так. И вот так вот в сторону. Вот так прямую. Вот она видна, видите? Вот эта мышца прям вот видна. Опускай. За ней, как бы, вот так вот, ладошкой под ней лежит средняя ягодичная. И в кверсе тоже крепится. И вот тут сбоку получается мало ягодичная. Ягодичная мышца. Слоями что получилось? Ну, почти слоями, да. Здесь у нас большой бицепс в жаге. Он раздваивается примерно по центру. И вот тут образуется точка. Точка еще находится по центру здесь. И вот примерно здесь. То есть где-то вот это расстояние ладони, да, в следующей точке, от которой мы продавливаем, да. Продавливаем точку вот сюда, что бугор. Под ним, где мышцы, вот, не ходит, да, получается. Под ним точку продавливаем. Ну, и фактически их, на самом деле, много точек. Через каждую, там, 3-4 сантиметра они вот идут эти точки. Так же здесь икроножная мышца раздваивается примерно по центру. Превращается, соответственно, все превращается в сухожилия. Сухожилия, смотрите, идут. Вот они. Они идут дальше и крепятся к бедру. От икры тоже идут выше и крепятся выше. Ну, это вот так вот пересекаются, получается. Икроножные мышцы, они, вот, покажу на наглядном модели, пособие у меня такое есть.